Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим содержание 23 главы книги Деяний. Как мы помним, в предыдущей главе говорится о том, что апостол Павел был арестован и на следующее утро он был отправлен на заседание Синедриона, где должно было быть разобрано его дело, и тем самым в том числе и тысяченачальник Клавдий Лисий решил узнать, в чем же именно обвиняют апостолы Павла. Однако, впрочем, и для самого Клавдия Лисия, и для читателя, а, наверное, и для самих присутствующих, исход этого суда оказался абсолютно неожиданным, поскольку в создавшейся суматохе трибуну ничего не оставалось, как увезти обратно апостола Павла в крепость. А что же произошло на суде? На самом деле апостолу Павлу фактически ничего не дали сказать. После первых же слов апостола Павла, когда он произнес слова, что я с доброй совестью жил пред Богом до сего дня, первосвященник, который присутствовал на этом заседании, повелел бить Павла по устам. То есть смысл этого действия был такой, что ты настолько являешься негодяем, что твои заверения в том, что ты имеешь добрую совесть и честь, звучат кощунственно, и именно поэтому вот председатель Синедриона в данном случае употребил против апостола Павла вот такое из ряда вон выходящее действие. Интересно и то, что апостол Павел, отвечая на вот этот поступок, он называет первосвященника «стена подбеленная». Обстановка на суде накаляется. Павел сказал ему «Бог будет пить тебя по устам». Стена подбеленная. Мы помним, что стеной подбеленной фарисеев называл в Евангелии Господь Иисус Христос. Надо сказать, что это выражение «подбеленная стена» или «побеленная стена» в еврейском языке является своего рода оборотом, и дематическим оборотом, который является синонимом слова «лицемер». Иными словами, апостол Павел обращается к председателю суда, называя его лицемером. Однако же те, кто присутствовали на суде, указали апостолу Павла на то, что он поносит или позорит, или в данном случае грубит, или хамит первосвященнику Божию. На что апостол Павел сказал «Я не знал, что это первосвященник, ибо написано начальствующее в народе твоем не злословь». И здесь, конечно, нам интересно понять смысл этих слов апостола Павла. Либо апостол Павел еще больше усиливает, да, свое, скажем так, свою отповедь на эти действия первосвященника, и слова «я не знал, что он первосвященник» могут означать то, что «я не признаю его таковым». Либо, поскольку в то время первосвященники избирались, как правило, ежегодно, по разным причинам, то, возможно, и сам апостол Павел в данном случае не знал, что тот, кто повелел избить его на суде, он в данном случае является первосвященником. Тем не менее, апостол Павел, узнав и поняв, что в Синедрионе присутствуют частично садуки и частично фарисеи, умело воспользовался присутствием этих двух партий. Деписатель Лука дает здесь некоторое пояснение, своего рода историческую справку. «Ибо суддукеи говорят, что нет воскресения, нет ангела, нет духа, а фарисеи признают и то, и другое». То есть, несмотря на то, что и фарисеи, и суддукеи заседали в одном Синедрионе, и в данном случае они действуют сообща, мы видим, что по сведениям Луки, которые в том числе подтверждаются параллельными историческими свидетельствами, свидетельствами об этих направлениях, об этих течениях духовной жизни Палестины, свидетельствами историка Иосифа Флавия, мы видим, что между этими двумя группами существуют некие богословские противоречия, богословские несогласия. И суддукеи в данном случае выступают здесь как такие крайне религиозные рационалисты. То есть, они отвергают, в общем-то, присутствие духовного мира в нашем мире, отвергают идею воскресения и так далее. И, конечно, волей-неволей возникает вопрос, а что же эти люди делали вместе, что их объединяло? И ответ напрашивается именно такой, что все-таки небогословие делало этот Снедрион единым. Очевидно, что для этих людей было нечто важнее богословия богословских споров. Иначе бы они не могли сотрудничать и действовать заодно. Что это могло быть? Ну, конечно же, прежде всего, это ревность об исполнении закона. Вот это удивительно, что, оказывается, можно быть в данном случае таким рационалистом и скептиком, но, тем не менее, ревновать о законе, и оказывается, что закон и есть самое главное. Второй момент, который мог объединять этих людей, скорее всего, представление о своем народе как народе Бога избранном. В общем-то, можно сказать, что их в данном случае объединяло что? Национальная идея. И вот идея исполнения закона, следования закона Моисеева, идея национальная, идея Израиля как Бога избранного народа, в данном случае для этих людей была гораздо важнее, гораздо важнее каких-то богословских проблем, которые возникали между ними. Тем не менее, апостол Павел, зная то, что лишние указания на эти противоречия, они могут возбудить споры, но не надо думать, что эти споры были, в данном случае, какими-то фатальными. Да, это была, скажем так, такая полемика, но которая ни в коем случае не привела бы к какому-то разрыву между этими двумя группами, окончательному разрыву. Тем не менее, апостол Павел, зная, это решается на следующий шаг. Он говорит то, что именно за веру в воскресение мертвых его судят. И, естественным образом, присутствующие на собрании переключаются на этот вопрос. Одни начинают оправдывать Павла и говорить, что мы тоже верим в воскресение, соответственно, за что же его тогда судить. И в создавшемся споре, в создавшейся суматохе, как бы о Павле несколько забывают, и Клавдий Лисий, видя, что этот суд ни к чему привести, не может, что здесь присутствуют как явные противники Павла, так и те, кто все-таки еще не совсем хорошо осведомлены о том, в кавычках, какой Павел злодей. Клавдий Лисий просто уводит Павла из собрания и отводит его в крепость. Следующий эпизод 23 главы, он очень интересный, это описание одного из явлений Христа апостолу Павлу. Это 23 глава, 11 стих. Господь является ему и предсказывает апостолу Павлу, что так надлежит тебе свидетельствовать в Риме, ибо как ты свидетельства мне в Иерусалиме, так и ты будешь свидетельствовать мне вот в этой столице Римской языческой империи. Уже несколько раз Христос являлся апостолу Павлу. Мы помним в 9 главе явление апостолу Павла по пути в Дамаск, тогда еще Савлу, что стало отправной точкой его обращения ко Христу. Мы помним, как апостол Павел пережил явление Христа, видение Христа в городе Каринов. Мы помним, что между этими двумя явлениями Христа ему было видение в Иерусалимском храме после бегства из Дамаска в самом начале его проповеди. И вот это видение Христа апостолу Павлу, оно уже четвертое по общему счету. Здесь мы видим предсказание Христа апостолу Павлу о том, что Павел отправится в Рим. Но что интересно, и, наверное, здесь есть о чем порассуждать, сбудется это предсказание спустя только два года. А в какой-то даже момент этого периода может показаться, что и невозможно этому сбыться, поскольку ряд событий в жизни апостола Павла явно будут этому препятствовать. Самое интересное именно то, что в конечном счете апостол Павел, если мы забудем вдруг об этом видении, как будто бы отправляется в Рим, исходя из естественным образом сложившихся обстоятельств. Когда судебное дело апостола Павла не находит своего надлежащего разрешения в Палестине, Павел будет требовать суда у самого императора, что мог требовать римский гражданин, что при желании мог предоставить такому человеку римский чиновник, в частности прокуратор, но события, которые как будто бы складываются естественным образом, они на самом деле свое основание будут иметь в этом предсказании Христа. И здесь мы видим своеобразное богословие истории или богословие священной истории. Мы видим, как с одной стороны Господь предсказывает события и очевидным образом через эти предсказания открывает свою волю, но при этом мы не видим некого насилия над естественным ходом исторических событий. История как будто бы развивается так, как она должна развиваться. Это очень, на мой взгляд, важный момент в понимании божественного промысла, божественного участия в человеческой истории и в человеческой жизни. Мы иногда не можем потерпеть и дня, когда Господь не дает нам просимое, а мы видим, что то, что сам Господь обещал апостолу Павлу, сбывалось тоже достаточно долго. Месяц за месяцем, квартал за кварталом, год за годом проходил в заключении и как будто бы видимого разрешения ситуации и не было. Однако же все потом как некому фокусу свелось к исполнению этих слов Христа. Но, возможно, мы немножечко вернемся к этому вопросу спустя две главы. В 23 главе с 12 по 35 стих описано путешествие, в общем-то, невольное путешествие апостола Павла из Иерусалима в Кесарию, Кесарию Стратонову, который, город, который в то время являлся административным центром Палестины и, в общем-то, резиденция прокуратора, она находилась именно там. Почему же апостол Павел отправляется туда? В общем-то, видя, что суд над апостолом Павлом и Синедрион не привел к необходимым результатам, противники апостола Павла, они не оставляют желание не просто судить апостола Павла, а убить его. Более того, около 40 человек дают обещание обед не есть, не пить, пока не приведут в исполнение замысел об убийстве Павла. Итак, ныне вы с Синедрионом дайте знать тысячначальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его. Но, интересным образом, это становится известно одному юноше, который является племянником апостола Павла, как он называется в книге Деяний, сын сестры Павлова. Мы узнаем, что, оказывается, у апостола Павла была и сестра, были другие родственники, в том числе, и был и племянник. И вот, этот племянник приходит в тюрьму к апостолу Павлу и сообщает ему об этом заговоре, что его вызывают, как будто бы, на суд, но на самом деле целью уже является не осуждение апостола Павла, а его физическое устранение. Апостол Павел просит племянника, чтобы он рассказал это трибуну, и трибун Лисий решает отправить апостола Павла подальше от Иерусалима, а именно к прокуратору в Кесарию. Интересно то, что отправляя апостола Павла, Лисий пишет сопроводительное письмо. И на самом деле, когда мы читаем книгу Деяния, создается ощущение того, что, не только ощущение, а прям убежденность в том, что Лука просто взял этот документ и переписал его для себя. Поскольку в книге Деяния мы видим дословное от начала до конца воспроизведения этого письма, которое написано по всем правилам, по всем канонам античного письма, античного пистолярного жанра. Здесь присутствует, как по всем правилам, необходимое приветствие, причем согласно установленным тогда правилам, в приветствии сначала пишется имя того, кто пишет, а потом имя того, кому направлено письмо. Как правило, сейчас мы поступаем наоборот. Мы пишем, например, «Дорогой Иван Иванович пишет вам такое-то, такое-то», но в то время делалось наоборот. Затем мы видим тело письма, основную часть письма и заключение, исхотокол письма, которое выражает себя в виде приветствия, «Будь здоров», ну, прямо как у Пушкина, в конце письма «Поставить Вале». Я все-таки зачитаю это письмо, оно очень важно, поскольку за этим письмом стоит не просто желание дать некий сопроводительный комментарий от подчиненного к своему начальнику, сопроводительный комментарий к делу того человека, который он отправляет, ну, скажем так, для суда более высшей инстанции. Но и мы видим, что за этим письмом скрываются, очевидно, какие-то проблемы самого Лисия, проблемы в отношении с народом, с теми людьми, с которыми он должен был входить в контакт, так или иначе пытаться ладить. Я имею в виду, конечно же, в данном случае иудеев. «Клавдий Лисий дастопочтенному Феликсу радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин». Мы видим, как превентивно Лисий пытается представить эту ситуацию в выгодном для себя свете. Как говорится, «учитесь писать письма начальству». Ведь Клавдий Лисий узнал о римском гражданстве апостола Павла когда? Когда отдал приказание бичевать его, что было противозаконно, нельзя было бичевать римского гражданина без суда, можно было потерять свою должность, действительно ее потерять, и сам отправился по своим делам, но тут представлено совсем по-другому. В Иерусалиме, в зоне ответственности Лисия, незаконно схватили и обижают римского гражданина. И узнав об этом, а как узнав? Очевидно, через, скажем так, те связи, через те контакты, которые имел Лисий. То есть он показывает своему начальнику, что он контролирует ситуацию в городе, узнав, что он римский гражданин, я пошел и отнял его. Вот замечательно, ну, наверное, только стоит после этого повысить его в должности. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их, и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся их закона, и что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. Не только спас римского гражданина, но и произвел необходимую работу по выяснению самой ситуации и сделал надлежащие выводы. А как до меня дошло? Опять-таки, без подробностей создается впечатление, что Лисий все знает об этом городе. Что иудеи зло умышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав обвинителям говорить на него перед тобою, будь здоров. И с этим письмом апостол Павел в сопровождении аж целых 470 воинов отправляется через город Антипатриду в город Кесарию. Здесь невозможно, с одной стороны, не удивиться, почему одного апостола Павла сопровождают почти 500 воинов. Причем Лука, он очень точно описывает состав этого войска, именно 200 лучников, 200 пеших воинов и 70 всадников. Если мы позволим себе окунуться в историческую обстановку того времени, почитаем того же, уже известного нам Иосифа Флави, то мы поймем, что это не были меры излишние. Мы не можем сказать, что в данном случае Клавдий Лисий здесь перестраховывается. Зная, зная, в общем-то, те восстания, которые происходили в Иудее, те военные действия, те смуты, которые имели место быть в Иерусалиме, в окрестностях, все было очень серьезно. Римские солдаты очень часто гибли от нападений различного рода групп, зелотов и прочих, ну скажем так, религиозно-нациалистически настроенных групп иудейского населения. Ну, в общем-то, это можно понять, поскольку римляне были в данном случае оккупантами. И Клавдий Лисий отправляет апостола Павла в Кесарию именно с таким составом воинов, который мог отразить любое нападение более-менее крупной, как бы, шайки или группы злоумышленников, или разбойников, или прочих людей, которые, ну, как-то захотят помешать этому. Конечно, состав войска здесь полностью соответствует практике ведения войны именно в древности, в то время, кто желает, может ознакомиться с трудами по истории войны в древнем мире. Мы понимаем, что 200 лучников здесь присутствует именно потому, потому что дозор, который обнаружит неприятеля, он дает знать лучникам, которые пытаются поразить как можно большую часть силы неприятеля на расстоянии. Но те, кто уже смогут дойти до римского войска, будучи неуничтоженными стрелами, вступят в бой с равными по количеству лучников пешими воинами, а кавалерия, как мы видим, их 70 человек, поскольку это одна из самых мощных сил, кавалерия, которая с флангов должна уже будет добить тех, кому удалось выжить, и тех, кого не уничтожили пешие воины, или добить в самом бою, или потом добить в преследовании. В данном случае здесь к информации, которую предлагает нам деписатель Лука, невозможно придраться, здесь все фотографически точно, все соответствует времени, и документы, и вот эти милитаристские подробности. В этом смысле Лука действительно выступает здесь прекрасным историком. Напоминаю, что здесь повествование идет от первого лица, а значит, автор этих строк, он непосредственно присутствует при этих событиях.